Около 30 токарей соревновались сегодня, чтобы определить лучшего по профессии. Главное задание – выточить деталь, сочетающую в себе все самые сложные элементы. Практической пользы от нее никакой, зато жюри может определить, на что способен мастер. Лучшим токарем Новосибирска в итоге стал Павел Лукьянцев. Насколько престижна победа в таком конкурсе и насколько сложно ее добиться? Об этом Александр Потенихин. Денис Новокщенов занимается подготовкой рабочего места. Сегодня токарь впервые участвует в конкурсе профессионального мастерства. Да, заранее были тренировки две, мы приходили, все, что необходимо нам показали, рассказали. Можно было бы поработать маленько, посмотреть. На чемпионские места я не претендую, но хотя бы лидирующие позиции надеюсь занять. Токари во время конкурса демонстрируют навыки как в теории, так и на практике. В последнем этапе задача из куска металла создать практически произведение индустриального искусства. За полтора часа токарям предстоит сделать из такой заготовки вот эту деталь. Она не имеет практического применения, но сочетает в себе все самые сложные элементы токарного мастерства. На кону реальные призы. Победители получат денежное вознаграждение. Поэтому требования жюри самые высокие. Деталь, изготовленную претендентами на звание «Лучший по профессии», измеряют вплоть до сотых долей миллиметра. Члены жюри будут оценивать. Выполнил – он получает определенное количество баллов. Каждый размер – это разделено количество баллов. Не выполнил размер – он баллы не получает. Это ноль. Затем суммируются баллы. Конкурс проводят в авиастроительном лицее. Организаторы решили не отрывать другие предприятия от производства. Вместе с профи соревнуются и студенты. Для них это возможность проверить, показать себя и посмотреть, как работают профессионалы токарного дела. Учащиеся вместе с профессионалами, когда соревнуются, то их уровень тоже подтягивается. То есть они видят, как работают более опытные люди. Ну, почему проводим здесь, в профессиональных учреждениях? Ну, здесь база очень хорошая. Задания этого конкурса сравнимы с международными. И состязания WorldSkills, то есть лучшие по профессии в мире. И победа здесь для мастеров своего дела не менее престижна. Александр Потенихин и Олег Ролевец. Новосибирские новости. 13 октября. В Новосибирске. Общегородской субботник. Вместе на Доброе Тело. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.